Понятно, да? Теперь смотрите, мужчины, у вас всё наоборот. Вы подчиняетесь строгости именно. Мужчина может подчиниться строгости. Вот теперь, женщины, от вас не требуется быть покорными. Надо просто делать вид, ну то есть, внешне подчиняться мужской строгости. Понимаете, что это значит? Это значит вести себя определённым образом рядом с мужчиной. Смотреть на него очень таким преданным взглядом, как будто у вас нет своего мнения и так далее. Смотреть на него так, как будто бы он самый главный, серьёзный, важный. И как бы вы на втором месте. Не то, что так на самом деле есть. Это просто способ вести себя с мужчиной. Причём интересно знать, что если мужчина хочет с мужчиной вести себя так, чтобы были близкие отношения, он точно так же должен себя с ним вести. Он должен подойти очень уважительно, так с чувством глубокого уважения с ним разговаривать. И тогда мужчина откроется. Он почувствует, что его он понимает. Понимаете, да, о чём я говорю или нет? Женщина, ещё раз повторяю, смотрите, уважение к божественной мужской природе не означает поломать себя. Ну, то есть женщина, ещё раз повторяю, по природе непокорная. Она бунтует против любого насилия всегда. Но для того, чтобы мужчина не совершал насилия, нужно просто вести себя с ним так, как он понимает. Вот женщина понимает ласку, а мужчина понимает подчинение. Чувствуете, да, о чём я говорю? Вот если женщина ведёт себя с мужчиной вызывающе, то тогда мужчина включает петуха. Что это значит? Это значит, что он её будет ломать. Причём он этого не хочет делать. Это происходит в обреки его воле, потому что по-другому он с ней жить не сможет. Понимаете, если женщина бунтует против мужчины, то мужчина не чувствует себя, что он контролирует ситуацию в отношении. Он не чувствует себя мужчиной даже. Он не чувствует, что он нашёл себе жену. Он не чувствует, что этот человек ему нужен. И так далее. Потому что когда женщина бунтует, через неё, к нему, любовь не идёт. Запомните, мужчина спит и видит всегда только одно в женщине. Когда она смотрит на него верным, доверчивым взглядом. Вот этот доверчивый, верный взгляд. Это то, что мужчине надо, потому что в это время энергия любви в него входит, а она принадлежит женщине. Энергия любви принадлежит женщине, и мужчина в этой энергии страшно нуждается. Само по себе пьянство означает нехватка этой энергии любви. Если бы женщины были покорными, вот такими, как бы, мужчине снисходительными, они бы делали так, чтобы мужчина никогда не пил. Понимаете? Потому что мужчина пьёт от нехватки счастья. А нехватка счастья идёт от нехватки любви. Но если женщина так себя ведёт правильно, мужчина наполняется счастьем, потому что по-другому он не может наполниться. Вот есть рядом энергия любви, а мне не попадает. И это называется горе. Как это в одном мультике говорит, ты что пьёшь горилку? Почему? Что, горе? Понимаете? То есть горе. То есть горькое человек пьёт от горе. Понимаете, почему горе? Потому что рядом энергия любви есть, а к тебе не заходит. Ну, то есть она к детям заходит, к маме, к тёще, ко всем заходит, кроме меня. Ну, то есть женщины попытайтесь понять, что если вы не настроились правильно, а это не означает себя ломать, ещё раз повторяю, это означает просто показать мужу свой настрой, то и к нему энергия любви не придёт, и это значит, что он найдёт себе другую. Всё, потому что он, ну, рано или поздно, у него нехватка любви будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. И когда женщина проходит какая-то мимо, она одинокая, понимаете, она всегда мужчин тестирует своим взглядом на наполненность энергии любви. Она смотрит на него такая, клюёт, не клюёт. И если он не наполнен энергией любви, он так раз, на него смотрел так, тум, клюёт. Всё, и ей сразу это начинает нравиться. Она думает, он на меня клюёт, а хороший мужчина, мне нравится. Всё. Ну, есть одна проблема, как бы он запутался в отношениях с какой-то женщиной. То есть у них там семья. Но эта проблема легко, наверное, решается. У Бога, наверное, другие планы. Понимаете, женщина, когда видит, что на неё кто-то клюёт, она забывает там про то, что у него есть, и это уже её не интересует. Это похоже на анекдот про Петьку и Чапаева. Петька приходит в шубе Чапаева, новая шуба такая классная. Он говорит, Петька, ты где шубу взял? Он говорит, Петька, нашёл на улице. Он говорит, ну пойдём, посмотрим, где ты её нашёл. Приходит туда, там лежит мужик, ну как бы на холоде. Он говорит, вот здесь нашёл. А этот мужик что делает? А он как раз в этой шубе раз запутался, я его распутал, нашёл шубу, валялась на улице. Понимаете, так и женщина тоже, да? Она думает, запутался, то чужой женщине как бы мужик, мой мужик, он же на меня смотрит. Мой мужик запутался, как бы там у неё дети какие-то тоже какие-то появились. Ну как бы она так думает. Ну это мой человек, он же на меня смотрит вообще. И он потом подтверждает, он говорит, я и не люблю, тебя люблю. Ну всё правильно, всё совпадает. Поэтому, женщины, вы не сильно рассчитываете, что другая женщина, одинокая, вас поймёт. Вашей личной жизни. Поэтому единственный способ сохранить отношения с мужем, это вести себя так, как я вам сказал сейчас. Понимаете, хоть для вас это искусственно, потому что вы свободолюбивые по природе, как бы, вы не любите унижения, да, никакого. Но, если вы просто разумные, разумная женщина, она как себя ведёт? Очень деликатно, послушно с мужчиной. Ну как, смотрит на него, как будто он абсолютно истинный. Вот что он знает, всю истину, а она нет. Теперь скажете, ну если так смотреть на него, он вообще обнаглеет. Это ваше заблуждение. Потому что я вам рассказал только одну сторону медали. Есть ещё вторая. Понимаете, когда женщина так на него смотрит, через силу, это называется унижение. Ну то есть, если она смотрит на него вот так вот, а ей не хочется, это называется унижение, и унижение рождает гордость. Понимаете, но если она смотрит по своей доброй воле на него так, с целью подчинить себе мужа, то тогда в чём проблема? Понимаете, то есть она смотрит на него очень покорно, зная природу мужчины. Вообще, знаете, в древней культуре женщины с детства изучали психологию, потому что в отношениях семейных женщине это крайне важно знать. Вот женщина, если она знает психологию мужчины, то у нее вообще нет проблем в отношениях с ним. она смотрит на него очень покорно. Он говорит, мы в жизни будем делать так. И она такая, конечно. Вот в это время что происходит с мужчиной, ну если она знает его психологию, так оно и происходит. У нее сердце успокаивается, и он думает, моя жена подчинена мне, всё, беспокоиться не нужно. Понимаете, для мужчины главный вот этот принцип. Жена подчинена, значит, всё под контролем, ситуация под контролем, всё нормально. И мужчина расслабляется. Когда мужчина расслабляется, дальше может быть тысяча исключений из правил. А женщине как раз это не надо, ей не нужно правила, ей нужны мелочи, исключения. Например, он говорит, мы экономим деньги. Она говорит, да. И он пять раз ей повторил, чтобы убедиться, что точно она как бы настроена, так как я сказал. И она пять раз согласна, всё, да. И потом, когда он расслабился уже, она подходит к нему, надо ребёночку соску купить. Он говорит, да конечно, ребёночку надо соску. И он как бы, и потом, когда бюджет подбудет, ну чуть-чуть, вроде сэкономили. Но ему даже это не важно. Важно то, что жена слушается мужа. Всё. Ему больше ничего не надо. И он знает, что если надо, то она как бы уступит, в главном она уступит, потому что она меня понимает. А мужчина уступает во всём остальном. То есть всё, что женщине в этом случае надо, она получает. Главное, она должна показать подчинение мужчине. Потому что, понимаете, женщина часто думает, если я покажу подчинение, и всё, потом я вообще ничего не получу. Почему они так думают? Потому что они сами такие. Понимаете, женщина, она очень мелочная по природе. Ну, то есть она в мелочах очень сильно скупает. Понимаете? Ну, что это значит? Я сейчас приведу пример, что женщина не думает, что я вас как бы оскорбляю. И вот, допустим, взять деньги, да? Вот, допустим, мужчина деньги отдает и забыл про них. Женщина мужу представить, и деньги отдает. Она что об этом забудет? Нет. Она будет помнить, что она вот деньги мужу, свои деньги, представляете, мужу отдала. Она всю жизнь будет помнить. Поэтому мужики, женщин, деньги не берите вообще никогда. Это страшные деньги вообще. Они потом аукнутся 50 раз. Ну, как бы я просто привожу такой пример. Ну, простой какой-то. Или, допустим, вы кушаете, допустим, вам нравится что-то, да? Вы говорите мужу, мне вот эта конфетка нравится. Ну, смотрите, обычный, стандартный вариант, допустим, муж берет, говорит, да кушай эту конфетку тогда и отдает жене. теперь представьте такой вариант, что он берет и сам ест эту конфетку. Это же капец будет. Она будет помнить несколько дней. Вот теперь другой вариант. Смотрите, женщина. Муж говорит, мне нравится вот эта конфетка. Жена говорит, ты мне нравится, берет и ест. Может, что, несколько дней будет об этом помнить, что ли? Нет, вообще. Ну, отлично, кушай, моя дорогая. Все. Нет проблем. Понимаете, о чем я говорю, женщина или нет? Ну, то есть, идея заключается в том, что мужчине очень важно принципы в жизни. Принципы, главное что-то в семье. А женщине важны вот эти вот отношения, вот эти вот какие-то мелочи. И очень это важно. Ну, то есть, если принцип такой в семье, который установил мужчина, дальше будет тысяча исключений, женщины. И зная это, вы ведь чувствуете себя очень спокойно. Почему? Потому что ваша задача главная, в главном удовлетворить мужа. Чтобы он просто успокоился. Чтобы он не чувствовал опасность в отношениях с вами. И дальше он вам все подарит, то он очень щедрый. По природе мужчина очень щедрый. Но он подарит все, что нужно вам в жизни. У него нет проблем. Потому что, если говорить о мужчине, понимаете, женщины, у них совершенно разные направленности. Женщина рождена... Мужчины, заткните уши сейчас, все мужчины. Потому что это страшно слышать. Женщина рождена для наслаждения своих чувств. Для собственного счастья она рождена. для собственного счастья. Для наслаждения своих чувств. Она рождена женщиной. Мужчина рожден для того, чтобы достигнуть это счастье и подарить жене, своим детям. Интересно, как устроено. Когда женщина счастлива, мужчина наполняется счастьем. И поэтому мужчина отдает все самое лучшее жене. Она, когда это получает, она становится счастливой. И эта энергия счастья переходит также к мужчине. Таковы также отношения женщины с детьми. Когда женщина отдает все самое лучшее ребенку, он становится счастливым, и это переходит к ней. Такие же отношения у мужчины с детьми тоже. Он ребенку отдает все самое лучшее, тот становится счастливый и переходит все к мужчине назад. То есть смотрите, если говорить про мужчину, то он вообще ничего не получает. То есть он все отдает для счастья жены и детей. Есть только одна цена женщины. Цена заключается в том, что вы должны подчиниться его правилам. Если же вы этого не хотите сделать, то он становится обделенным и с вами жить не будет. То есть вы тогда вообще ему ничего не хотите дать, понимаете? Вы и так в жизни все получите. Но если вы вообще ничего, вы скупые, вы не хотите ему вообще ничего отдать, а ему нужно только быть старшим и по своим правилам жить. Вот вам это надо, понимаете? Устанавливать эти правила. Вот, допустим, сами ко мне подходите, Олег Геннадьевич, я боюсь замуж. Это означает, что вы сами принимаете эти правила игры. Вы не можете взять на себя ответственность, понимаете? И я говорю, все, выходите замуж, я вас благословляю. Это не потому, что я как бы от вас отвязываюсь, а потому что я вижу, чувствуюсь. Бог мужчину наделел этой силой, разумом. И вы в это верите. То есть вы получили благословение, потому что так устроен этот мир. Если вы от старшего получили благословение, женщина чувствует себя сильно, она знает, все будет классно. Точно так же в отношениях с мужем. Если вы подчинены общей вот этой вот стратегии, понимаете, вот этой, которая идет через мужчину, то вы защищены в жизни. Понимаете, это и есть благословение. Вы благословенный человек. Понимаете? Ну просто вы поймите, как правильно, потому что часто женщина думает, что если она мужчине подчинилась, значит, она потеряла свою свободу. Да наоборот, она как рыба в воде стала. Вот что рыбе для свободы надо из аквариума выпрыгивать или из водоема? Вот точно так же, как для рыбы, свобода — это ее вода. Точно так же для женщины свобода — это ее семья. Она там как рыба в воде, понимаете? Ей там хорошо. Но для того, чтобы семью получить, надо правила, чтобы были, понимаете? Вода живет по правилам. Она не вытекает из водоема. Она живет по правилам. Поэтому рыбкам там хорошо. Они знают, что вода никуда не утечет. Точно такие же правила женщина должна принять в своей жизни от мужчины. И тогда она в этих же правилах сама и живет. Потому что если говорить о мужчине и женщине, то у них совершенно разные природы. Вот, допустим, девочка маленькая учится, как она учится. Ей надо, чтобы ей все рассказали подробно и точно. Ей нужны правила. Когда она все изучила, она становится отличницей. Потому что она все понимает. Вот это так, это так. Не учительница так сказала. Женщине очень важно, как сказали. То есть она эти правила усвоила, живет по ним все. И она очень хорошо себя чувствует. Понимаете? А мужчине не нужны правила. Мужчине нужно понять. Ему нужно знание. Мужчина, он не подчиняется правилам. Он сам их создает. Он сначала изучает, как правильно, потом устанавливает правила. Если даже в учебе сначала мальчики все двоечники, потому что они правила не понимают. Им надо на практике жизни их усвоить. И это медленный процесс для мужчин. Поэтому на старших классах очень много мужчин становятся отличниками. А женщин наоборот. Потому что они уже не могут все учесть. Там слишком много правил становится. Понимаете? Ну то есть другими словами, мужчина, когда он разобрался во всем жизни, он стал мудрым. И он тогда сам устанавливает правила, потому что этого требует от него Бог. От его сердца. Он должен быть сильным, ответственным. Даже лекции. Посмотрите, как слушают люди лекции. Я читаю лекции 30 лет. Я знаю, как люди слушают лекции. Мне сейчас 54 года, а я начал читать лекции 24 года. Когда женщины слушают лекции, они смотрят на тебя, как неопознанный летающий объект. Смотрят и все всасывают в себя вот так. Потом приходят, говорят, домой и говорят, все, будем жить вот так. Я все поняла. То есть у них апгрейд происходит полный. То есть они, если поверили кому-то, женщина поверила, она полный апгрейд делает в голове. Она все как бы, все, вот так живем. Все меняет жизнь. И мужик говорит, ты что, вот этого не понимаешь? Это же коню понятно. Тебе что, непонятно, что ли? Потому что она сердцем все воспринимает, женщина. Мужчина как слушает, смотрит. Он смотрит вот так. И сравнивает. С этим согласен, с этим не согласен. С этим разберемся. Согласен, не согласен, разберемся. Согласен, не согласен, разберемся. Проходит время. Мужчина, допустим, уже окончательно мне поверил. Он слушает меня. Не то, что он так всасывает все. Нет. Он поверил, он слушает. Так, это надо мне глубже понять. Это тоже надо было. Это, наверное, я недопонимаю. Это глубже надо понять. С этим я не согласен, разберемся. То есть, понимаете, даже если мужчина верит, он все равно сравнивает со своим знанием все. Он не как с белой доски все впитывает, как женщина. Он, понимаете, он глубоко пытается понять и создать законы жизни своей семьи. Понимаете, женщины? Вот за это надо мужчин уважать, потому что Бог так их создал. Он их создал способными разобраться во всем очень глубоко и взять на себя ответственность жизни семьи. Что значит ответственность жизни семьи? В тот момент, когда наступает опасность, у женщины наступает парализация. Она такая... И не знает, что делать, потому что ответственности жизни семьи на ней нет. Она только знает точно, что делать с детьми в это время, потому что у нее есть ответственность. Она их там в охапку, туда-сюда. Она может защитить детей во время опасности, но себя не может. А мужчина что у него во время опасности? Вот так что ли? Нет. Он точно знает, что делать. Вот это так, это так, это так. Почему он это знает? Потому что он это впитал очень глубоко в себя, это знание. Он во всем очень сильно разобрался, чтобы потом очень четко и правильно все делать. Понятно, вот за это женщины вы должны мужчину уважать. И это мужчине Бог дал такую возможность. И то, что мужчина сам по себе такой, это Бог ему дал такую способность. Если женщина так настраивается на мужчину, то он начинает ее любить. Это как бы ответ на ее такое поведение. Теперь какие могут быть недопонимания? Вот если женщина думает, что она должна быть унижена в отношениях с мужчиной, она теряет и мужа, и себя. Это прямо противоположная вещь. Вот это, понимаете, когда женщина смотрит на мужчину вот так вот с доверием, как бы, она при этом должна знать, что у ней находится в это время внутри. А в это время внутри у нее находится ее женская сила и красота. Она в это время не потерянная. То есть она, когда смотрит на него взглядом вот этой вот веры, как бы, и уважения, она при этом себя чувствует рядом с ним очень сильно. И это дает ему в сердце ее собственную красоту. Вот это, такую девушку он будет любить всю жизнь. Понимаете, не та, которая смотрит на нее такая вся, как бы, ты все, а я ничто. Понимаете, вот если женщина так на него смотрит, ну и вышвырнет из своей жизни. Потому что, когда человек теряет себя, он теряет также свою красоту. Единственная сила у женщин, это ее красота. Она с помощью этой силы и живет в этом мире. Но красота может быть только в сердце женщины, которая уважает свою божественную женскую природу. И на востоке это большая проблема. Часто женщины на востоке уважают мужскую божественную природу очень сильно, а свою женскую божественную не уважают. И в результате они лишаются мужей. Их бросают и направо, и налево. Понимаете? Хоть они велит себя и послушно, и нежно, и ласко. Понимаете, вот эта вторая сторона медали очень для вас важна. Потому что вы должны понять, что если вы в отношениях теряете себя, хотя мужчина так часто себя ведет, что он заставляет терять себя. Понимаете? Он прогибает, продавливает все время, пытается наставить на своем, пытается нагнуть женщину. Это он по природе так себя ведет. Хоть это неправильное поведение женщины, еще раз повторяю. Неразумное поведение. Потому что разумно внутри быть твердым, сильным, настаивать мягко на своем. Мужчине правильно вести себя. Но внешне вести себя ласково и по-доброму. Тогда женщина добровольно подчиняется просто и все. Она подчиняется любви всегда. Когда женщина видит любовь, она застывает, ее парализует, она подчиняется. Она не хочет больше ничего. Женщина рождена для любви. Она ведь любовь, ей не надо больше ничего. Она этого достаточно. Она принимает любые правила, любые законы, потому что есть любовь в этом. Ей не нужно разбираться в тонкостях этих правил. То есть мужчина, когда ведет себя женщиной деликатно, он может быть уверен, что жена будет следовать его законам. Теперь смотрите второй вариант. Если мужчина очень внутри твердый, ведет себя с женщиной деликатно, а она, допустим, обнаглела и начинает капризничать, вести себя очень неправильно с ним. Не образованная женщина, не понимает, как правильно вести себя с мужчиной. Тогда в этом случае, мужчина, если вы разумные, вы просто не будете слишком близкие отношения с женщиной строить. Вы будете мягко, деликатно с ней себя вести, но на своих правилах оставайтесь. И женщина в сердце своем начнет вас за это уважать. Она поймет, что вы настоящий сильный мужчина. И ей нет другого выхода, как починиться. Она может побунтовать по капризничеству, но в сердце она примет ваше поведение как правильное. Потому что красота мужчины означает его сила. Запомните, женщины любят мужчине только силу. Ни цвет лица, ни форму носа. Это все прилагается, понимаете? Женщина в мужчине любит только силу. Если мужчина ответственно сильный, серьезный, то это ее завораживает. Она чувствует, что это есть то, что надо. Но если мужчина носит в эту силу, то должна быть обреблена в очень красивый орнамент. Точно так же ценится меч, очень острый, в каких нужно драгоценных. Точно так же мужчина должен быть внутри сильным, но снаружи благородным, добрым. Это еще раз подчеркивает силу. Потому что когда мужчина носит снаружи жесткий, это значит внутри он слабый. Есть такие закономерности. Но если есть мужчина снаружи благородный, сильный, сильный внутри, это значит он очень сильный. Какой можно пример привести? Вот допустим, взять начальника, да? То есть начальник кричит на всех, ругается. Это значит, что он не справляется с ситуацией. Он на самом деле не такой сильный. Хоть у него есть сила, он может там командовать, но сила это ограничено. Как определить, как выглядит очень сильный начальник? Он спокойно, не кричит, не ругается. Он знает, что все у него под контролем. Никто не сможет с ним справиться, он знает. Поэтому он не кричит. Или допустим, сильный вожак стаи, да? Там допустим, лев, допустим, сильный. Он что, будет там бросаться на всех, на всю свою стаю? Нет. Он просто сильный. Спокойный. Значит очень сильный. Понимаете? Так выглядит сильный мужчина. Он внешне благородный, а внутри свои принципы твердо держит. Точно так же сильная женщина. Внешне смиренная, а внутри она знает себе цену. Она знает, что ее женская красота очень дорого стоит. Это не дешевая вещь. Это очень дорогая. Любовь это очень дорогая вещь. Самая дорогая вещь на земле. Любовь. Выше всего ценится. Ничего выше любви не бывает. Поэтому женщина, которая чувствует в себе эту силу, она будет любимой. Но только в том случае, если внешне она это обернет в обертку покорности. Вот так должен вести себя и мужчина, и женщина. То есть внутри мужчина очень твердый, непреклонный, а снаружи очень мягкий, благородный. Женщина внутри очень красивая, сильная, независимая. То есть она самодостаточная, понимаете. Это и есть. Это привлекает мужчин. Но снаружи покорная как бы. И когда внутренняя вещь выходит наружу, когда женщина выходит за пределы границ, мужчина становится очень твердым и ее возвращает назад. Она в это время становится беззащитной. Так срабатывает ее внутренний вот этот инстинкт. И точно так же, когда мужчина выходит за пределы границ любви, начинает вести себя с женщиной очень жестко, то женщина, ее внутренняя непокорность, вот эта сила женская, она выходит наружу и она говорит, нельзя со мной так разговаривать. И закрывает двери, пять дней вообще не разговаривает, ну ни одного слова не произносит. И при этом ходит очень счастливая и жизнерадостная внутри. Показываем, что он потерял. И он такой чижит репу, думает, да, с этим сложно справиться. Больше так не буду делать, это опасно. Понимаете, да? И он при этом, ему нравится, что женщина очень сильно себя ведет, что она не слабая. Потому что слабые люди, что мужчины, что женщины, никому не нравятся. Женщина должна быть в своей красоте сильной в отношениях, а мужчина сильный в своей воле и решимости. Сила обязательно нужна в отношении. Вот, допустим, в чем женская сила? Вот, допустим, мужчина взял и начал, ну, жену прогибать, то есть мучить ее. Ну, женщина сильна в чем в отношении? Через два часа мама мужчины знает, что жене плохо. Мама жены знает, что ее дочке плохо. Все дети знают, подружки жены тоже знают, хотя она никому не говорила. Как это произошло, непонятно. И он такой думает, блин, засада, короче. Все звонят, что-то хотят от меня, думают, лучше с этим не связаться вообще. Ну, это в крайних случаях. Ну, как обычно, женщина никому ничего не говорит, она терпит. Но бывает беспредел. И тогда она включает свою силу женскую. А женская сила в отношениях. Мужчина в отношениях вообще беззащитный абсолютно. Вот смотри, допустим, если возникает конфликт. Дети на чьей стороне? На маминой, на стороне жены. Если женщина правильно себя ведет, родственники на чьей стороне? На стороне женщины. Если себя женщина правильно себя ведет, я об этом говорю. Женщина сильна в отношениях. Женщина как должна себя вести? Она должна маму, мужа любить больше, чем свою. Беды так говорят. И тогда что-то наступает. Тогда мама мужа говорит, ты сам виноват, что-то у тебя нормальная жена. Не парься, все. Она ее защищает, понимаете? Потому что она правильно себя ведет. Она установила отношения. Мужчина беззащитен перед сильной женщиной вообще. Он ничего с ней не может сделать, потому что она со всех любит. Она когда маму мужа видит, она спотыкается, бежит к ней обнимать ее и целует. Та даже не успевает понять, что произошло вообще. И тогда она, та мама мужа, ничего против нее не может сделать. Потому что она очень сильная в отношениях. Теперь это еще не все. Собачка на чьей стороне будет. На кого будет гавкать во время ссоры? На мужчину. Это еще не все, мои хорошие. Самое удивительное заключается в том, что даже друзья мужчины не поддерживают его, если у него сильная в отношениях жена. Она даже на них влияние будет оказывать. Поэтому мужчина остается один, понимаете? Если он пошел на какой-то жесткий принцип и начинает издеваться над женой, она сильная в отношениях к любви, то все против него, понимаете? Я вам по секрету скажу, даже тараканы в доме будут против него. То, что собачка. Почему? Сейчас объясню. Потому что женщина, она создает в доме атмосферу. Мужчина не создает. Он приходит в эту атмосферу отдыхать. Вот женщина что делает? Она подбирает под себя в доме, чтобы ей нравилось, чтобы ей было хорошо. Подбирает шторки, цветочки, бабочки. Все расставляет, чтобы ей нравилось. И таким образом она чем занимается? Она наслаждается квартирой. Эта энергия наслаждения переходит к мужчине, его это расслабляет. Он такой отдыхает дома. Смотрит хоккей. Эта энергия наслаждения переходит так же к собачке, к тараканам и к детям. То есть все питаются этой энергией счастья, которую испытывает женщина в своем доме. И теперь, если она несчастна, то вот смотрите, если мужчина несчастный, допустим, женщина как себя ведет? Она подальше от него уходит, чтобы не связываться с ним. И займется чем-то своими делами. Если женщина несчастна, мужчина ходит кругами, говорит, что такое, что случилось? Почему он ходит кругами? Она говорит, я тебя трогаю, что ли? Я тебя не трогаю, иди. А он не может уйти, он ходит. И что мы делаем, и что мы делаем? Почему? Потому что он отдохнуть не может в этой квартире. Женщина несчастна, все несчастны. Дети несчастны, тараканы несчастны. Все фигово. И он пищу кушает, она тоже невкусная, потому что она не в частном состоянии приготовлена. Все, капец, короче. И он поэтому ходит вокруг него, что такое, что в делу, ну что такое? Представляете, какая сильная зависимость? Женщины. От энергии счастья, вашей энергии счастья. Все, кто вас окружает. Поэтому вам ничего и не надо. Чего песня-то попелась, помните? Я всегда веселый и счастливый буду, да? Все. Больше ничего не надо. Все это наполняется любовью, счастьем, и все классно сразу становится. Теперь, видите, женщине очень важно это понять, что она всем все наполняет, и поэтому иногда у женщины наступает истощение, да? То есть она уже не может никого наполнять. Ей хочется побыть одной, не видеть ни мужа, ни детей, ни собачку, никого. Она просто устала от всех. И в это время она должна наполняться. Что женщину наполняет? Ее наполняют подружки, наполняют искусство, наполняют танцы там какие-нибудь, наполняют картины. Ну, то есть все творчество, искусство, подружки, природа, добрые люди, лекции хорошие, театр, кино. Но, и поэтому мужчины, которые не пускают женщину туда, где ее наполняет, они очень жестокие на самом деле. Они не понимают, что, ну, как бы, если, ну, курицу не кормить, а только яйца с нее собирать, как бы, то она сдохнет. Ну, то есть как женщину кормить? Ее кормить ее хобби. То есть ей что-то нравится в жизни. Она там наполняется. Некоторые женщины на работе наполняются. Почему? Потому что там есть с кем поговорить. Они подходят на работу, мы их хорошие. И работа эта сто лет не нужна. Ей нужно на работе там, чтобы ей хорошо было. Все. Иногда работа творческая, она поэтому там наполняется энергией. Домой приходит, она наполняется? Нет. Нет, она отдает себя детям, мужу, все готовит, стирает там, умирает в том, чтобы все счастливы были, заботятся обо всем. Отдает энергию. Потом раз подружку услышит. Моя дорогая, я так рада тебя слышать. И пошла на два часа. Муж говорит, хватит, уже болтает. Она наполняется, не мешай ей. Ты же наполняешься, там в волейбол ходишь играть. Там в домино, там стучишься с друзьями. Так она наполняется тоже. Мужчина наполняется от друзей, женщина наполняется от подружек. Все люди наполняются от любимого, интересного дела, не от работы. Работу истощает человека. Любимое, интересное дело наполняет человека. Друзья наполняют. Природа наполняет человека. Бог наполняет человека. Религиозно-духовная жизнь наполняет человека. Чистым, светлым чувством наполняет. Чистым, человек должен обязательно наполняться. Почему? Потому что само ожидание истощает. Если от тебя что-то ждут, тебе нет сил, понимаете? Вот когда, допустим, лекция заканчивается, меня как бы в Нур-Султане окружают женщины, я в это время начинаю думать о Боге. Почему? Потому что я знаю, что я сам не смогу им все дать, то, что они от меня хотят. У меня нет таких сил. Если бы они могли, они, наверное, меня бы разобрали по мелким частям. Видите? То есть человек должен наполняться, чтобы функционировать нормально. Иначе он не может никому помочь в жизни. Но когда люди привязаны друг к другу, они верят, что счастье они могут получить только от этого объекта. И это разрушает семью всегда. Поэтому очень важно не зависеть друг от друга. Понимаете, любовь — это независимость, это служение. Вы пытаетесь это понять. Но любовь заставляет человека, приказывает ему быть зависимым. И когда люди становятся зависимыми, теряют друг друга. Что это значит? Друзей нету — некогда. Природы — некогда. На природу — некогда. Друзям — некогда. Даже к родителям — некогда. Никому — некогда. Всё. У меня дела. Означает привязанность. Человек погряз, понимаете? Он как бы влип в эти отношения, и дальше будет только разруха. Люди истощаются друг на друга, начинаются скандалы, начинаются требования, приказы. Жестить они начинают друг с другом. Так действует привязанность. И так действует привязанность. Мы расслождаются друг друга, на воду, Круг за кругом, Убряженные горыли псы, Великие голубые отцы. Мы наслаждаемся друг другом, Не отдаём приказы слугам, Но не согнёт своей стыли. Мы снова мы с ними умы. А надо что делать? Служить надо. Не наслаждаться близким людям, Выполнять перед ними свой долг. Какой долг у женщины перед мужчиной? Она должна ласково, Заботливо ему служить. Она должна сохранять себя в отношениях с ним, Свою красоту, силу. Не становиться тряпкой в отношениях с ним. Это её долг. Иначе он потеряет любовь, чувство счастья. Она должна показывать своё подчинение ему и свою верность. Верность – это естественно в женщине. Если она смотрит верными глазами, То сразу вся любовь приходит в сердце мужчины. Но, женщины, запомните, Если в вашем сердце даже появилась такая мысль, Я бы себя могла найти и получше. Вот мысль просто появилась. То у мужчины на лбу появляется надпись. То есть появляется вторая фамилия итальянская. Кобеллина. То есть, понимаете? Если женщина просто думает, Я могла бы себе найти получше, Это значит, что энергии любви от неё к нему уже не идёт. Всё. Нет верности – нет любви.